Жители нашей страны с начала года заработали почти 10 миллионов тенге на сообщениях о коррупции. Вознаграждение получили 64 человека. Сегодня эта новость одна из самых обсуждаемых в лентах. Воодушевила пользователей информация о возобновлении авиасообщения между городами Казахстана. А в Павлодаре 6 патрульных автомобилей устроили погоню, напоминающую кадры остросюжетного боевика. Все подробности в нашем обзоре. Согласно данным антикоррупционной службы, 64 жителя Казахстана сообщили о коррупционных правонарушениях. Их суммарное вознаграждение составило почти 10 миллионов тенге. В ведомстве рассказали о крупных задержаниях, среди которых акимы, руководители компаний и крупные чиновники. А уже 25 мая начнут функционировать все воздушные гавани страны. И авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры. Много интересных публикаций и в официальном аккаунте телекомпании «Ирбис». Здесь эксклюзивные кадры погони шести патрульных машин за иномаркой. Люди решили, это важная спецоперация, судя по числу заинтересованных. Но официально сообщили, якобы на пульт диспетчера кто-то анонимно сообщил о нетрезвом водителе за рулем. Задержать гонщика удалось аккурат возле департамента полиции. Выяснилось, что данный водитель 1983 года рождения, наш Павлодарец, на самом деле действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, что доказало и освидетельствование, проведенное у него, средней степени тяжести опьянения. В отношении данного водителя возбуждены административные производства по четырем административным статьям. Это 608, 613, 612 и 599 части 1 административного кодекса Республики Казахстан. Материалы направлены в суд. В пабликах города Аксу вновь вернулись к теме безответственности. Жители прямо под запрещающими знаками устраивают массовые купания. На этот раз автор публикации делает акцент на несовершеннолетних нарушителях. Родители, скорее всего, не знают, что купаться пошли. Педагоги детской музыкальной школы решили создать свой собственный канал на платформе YouTube. Цель проекта в том, чтобы дети на карантине не отставали в программе. Контент постоянно обновляется, многих подписчиков умелила искренняя и честная работа преподавателей. Даже в режиме онлайн они не халтурят, разучивают песни с первоклассниками. Проговариваем теперь второй куплет вместе со мной. В мире будет больше радостей, если будет больше сладостей. Море вкусной карамели, сладковатые облака.